Физкульт-привет, друзья и ученики! Вы часто спрашиваете меня, что я пью во время тренировки. Какой коктейль или воду чистую? Да, я пью и чистую воду, но беру с собой именно вот в такой стеклянной бутылочке, заранее наливаю туда воду и делаю следующий коктейль. Я использую немножко йохимбина. Мне очень нравится йохимбин. Я перепробовал миллион, наверное, различных вариантов, но остановился только на жидком. Только ликвид действует на меня так, что я действительно чувствую от него пользу. Я растворяю одну дозу жидкого йохимбина. И, конечно же, я использую BCAA. Я всем рекомендую использовать BCAA. Не работают они только на дебилах. BCAA доказано работают и в клинической медицине, это самое главное. Они используются сейчас очень широко в борьбе с анорексией. Резко снизилась смертность от анорексии и мышечная масса у девочек сохраняется больше. Если она сохраняется у анорексичек, значит она будет сохраняться, помогать сохраняться и у нас. Что нужно знать о BCAA? Я написал об этом статью отдельную, не одну и видеоролики. Посмотрите. Единственное, что BCAA работают в больших дозах в течение суток. Но ни в коем случае за раз не принимайте больше 5 грамм. Но, если у вас есть возможность принимать BCAA-шки, принимайте их. И чем больше BCAA-шек вы можете себе позволить принимать, тем лучше будет эффект от них. По крайней мере, восстанавливаться вы будете очень и очень быстро и качественно. Кто пробовал, тот видел эффект разницы между приемом высоких доз BCAA и отсутствием приема BCAA. Закрываю и перемешиваю все это. Главное, очень хорошо все перемешивать. Пока доеду до тренировки, это где-то минут максимум 30, все это хорошо перемешается и примет однородную смесь. А вот еще такие печенюшки мне моя жена готовит. Посмотрите. Я беру сразу с собой, чтобы поесть, как только закончу тренинг. Это овсянка грубого помола, яблоки, орешки, яйца и протеин. Все это перемешивается и запекается. Натуральный продукт, для чего нужно есть после тренинга. Обязательно. Это связано с инсулином. Вы знаете, что инсулин это самый мощный анаболический гормон. Также вы знаете, что если не есть после тренинга, то инсулин будет питать преимущественно жировые клетки. А инсулин питает либо жировые клетки, либо мышечные. Так вот, мы хотим направить все питательные вещества в мышечные клетки. Именно поэтому многие бро-бодибилдеры колят в себе после тренировки инсулин. Мы же колоть инсулин не будем, мы с вами разумные люди. Мы будем использовать его себе на благо с помощью построения питания грамотного и грамотного тренинга. Также кардиоклассическое влияет на уровень инсулина, направляя питательные вещества в жировые клетки. Все это вы можете прочитать или посмотреть в моих видео, которые все в открытом доступе есть на моем сайте hmgym.ru. Будьте, друзья, внимательны к мелочам, потому что мелочи как раз таки и определяют. Становимся мы с вами больше и сильнее, либо меньше и хуже. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Пишите ваши вопросы в комментариях, я на все обязательно отвечаю. Увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Силы, массы и здоровья. Силы, массы и здоровья.